Ну, во-первых, я начну с того, что вчера в Капитолии штата Калифорния, в Нижней Палате Парламента, в Ассамблее приняли закон о увековечивании, скажем так, памяти Голодомора, который произошел на Украине в 30-х годах. То есть, с официальной точки зрения и с позволения Сената штата Калифорнии, этот законопроект прошел вчера, и на нем присутствовал, я присутствовал на этом заседании, и можете репортаж посмотреть на моем сайте, в том числе и видеоинтервью с ведущими лидерами, которые там присутствовали, в том числе и Саакашвили, Михаил, он какой-то комментарий сказал. Там присутствовала Савченко со своей сестрой, извиняюсь, Верой, там присутствовали представители украинской общественности в Калифорнии и в США, там присутствовал ряд дипломатов украинского посольства и так далее и тому подобное. После этого был объявлен, скажем так, вечер или ужин, который планировался довольно известной здесь украинской благотворительной организацией, называется Ukrainian Relief, то есть помощь Украине, которая действует с 2014 года. И, собственно говоря, предыстория немножко организации этой благотворительной компании, я, кстати, стоял у истоков ее, я был медиа-менеджером, то есть через меня проходили все их публичные пиар-проекты, я, собственно говоря, сделал им имя и бренд этой организации. Это два года назад было. С того времени эта компания собрала уже, наверное, ну, я уверен, несколько миллионов долларов, как минимум, и отправила 50, они говорят, контейнеров на Украину. То есть, чтобы вы понимали, отношения с этой организацией у меня очень свойские, и я делал очень много пиар-проектов, и у нас очень дружеские отношения. До вчерашнего, то есть, собственно говоря, ну да, уже до вчерашнего вечера, когда я пришел туда, и главный президент этой организации, то есть мне подошла девушка, на английском языке попросила, меня попросила, кто, как бы, позвал меня сюда. Говорю, ну как, вот президент корпорации, я на них работаю, спросите у них. Она выдашла к нему, вечер только-только начинался, в зал вошли представители Национальной гвардии Калифорнии в военной форме, которые, я понял, выступали с трибуны, так как у Калифорнии и Национальной гвардии Калифорнии, и военной, уже давно, ну, мелькали определенные политики, там, на этом ужине, который вот-вот должен был начинаться. Довольно роскошный отель, прямо напротив Капитолия, можно так сказать, самый роскошный отель в столице Калифорнии. Но, центр организации, видимо, проигнорировал, девочку снова подослал ко мне, и она сказала на английском, опять же, языке, попросила меня, игнорируя мой, я показал ей визитку, я сказал, что вот я представляю русские новости в Калифорнии, Славянский Сакраменто, она попросила меня выйти. Я говорю, вы уверены, что я должен уйти? Она, кивая на этого президента, говорит, я подхожу к нему, говорю, Степан, особенно говоря, президент, он от Сахи, извините меня. Вчера он колхозником был в Луцке, а сейчас здесь уже, блин, принимает Саакашвили и заправляет всей этой чехардой. Я говорю, как так? Ты что, вы что, выгоняете меня? Он говорит, ну, Руслан, у тебя нет аккредитации. Я говорю, Степан, собственно говоря, я построил эту компанию, можно так сказать. С помощью меня, собственно говоря, они все это завернули. Когда они начинали эту компанию, их совершенно никто не знал. В Сакраменто максимум в двух строках их знали, и все. И в Луцке в том же их знали, или где они там живут, в Нововолынске, вот. И как только мы два года назад завертели всю эту заварушку с помощью Украины, их узнали по всей Америке. Люди начали завертывать со всех разных штатов, контейнеры, с Европы, со всего мира практически. Через PayPal, через GoFund, через различные благотворительные ресурсы. Приносили очень много кеша, приносили несчитанное количество кеша в больших пухлых таких конвертах. Я сам лично видел. Передавали из рук в руки людям, которые приезжали с Украины. Приезжали депутаты, их привозили в их офис. При мне эти депутаты, они парились в баньках, ездили в Лейктаха, Шуры-Муры, и через некоторое время уходили контейнеры. Даже ходили такие слухи, что приходили якобы люди, предлагали отправлять бронежилеты, но не они, их соратники отправляли бронежилеты, каски, бинокли, полувоенное оборудование. Но ходят слухи, я пока перепроверяю это, что кое-кто даже пытался отправлять военное оборудование частным путем, что, кстати, запрещено американскими законами, если вы знаете. То есть ни Сенат, ни Конгресс, ни Ассамблеи еще не зашли до того, чтобы позволить Украине посылать, насколько я знаю, летальное орудие. Тем более своим каким-то путем, частным порядком. Ну вот как бы предыстория немножко, вкратце, чтобы вы знали, что эти за люди. И потом приехал пастор известный на западной, на восточной Украине, может быть вы знаете. О нем Russia Today, когда я работал в Москве, Russia Today снимала фильм, называется, документальный фильм, называется Отец-сирот, кажется. Если вы в интернете, в гугле поищите. Геннадий Махненко. И это была моя идея, взять Геннадия Махненко, как только начались военные действия возле Славянска, в Донецкой области. Была моя идея пригласить его в местный эфир, на местный телеканал. В интернете вы наберете. Геннадий Махненко угрожает уничтожить Путина. Так вот, в этом эфире он сказал такую фразу. Если бы была у меня возможность, или красная кнопка, нажать на кнопку и уничтожить Владимира Путина, я бы лично это сделал. Потому что он считает его личным врагом и вообще врагом всей Украины. И этот мем или девиз, видео очень сильно циркулировалось в патриотических кругах, скажем так, или в диаспоре США и по всему миру. Дискуссировалось на Фейсбуке и так далее. То есть это было как бы красным днаменем всего этого Ukraine Relief. Под это люди жертвовали. Конечно, многие отошли от этого. Многие церкви, да знаете, наша диаспора очень религиозна. Просто-напросто не захотели иметь никакого дела с этой деятельностью. Перестали жертвовать. А многие как бы подключились, чтобы заработать славу и пиар. Ну, как бы идея была такая. С самого начала это разрабатывалось, собственно говоря, что меня больше всего пугает, церковью. На самом деле, славянской церковью, которая в большинстве своем состоит из украинцев, из Нового Лынска. Опять же, это религиозная мафия. То, что происходит здесь в сердце Калифорнии и Сакрамента, это религиозная мафия. Вот таких вот быдломенов, как Степан Скотц и остальных его приблуда, челяди, которые лижут задницу. Я видел в ассамблее, как они топтали ноги сенаторам, чтобы поздороваться с Савченко, пофотографироваться, сделать селфи с Саакашвили. Тут стоит сенатор, который с Рейганом работал 40 лет или сколько там назад. Ну, вы знаете, Рейган был губернатором со Шварценеггером, а они делают селфи с Савченко, они делают какие-то себяшки с Саакашвили. То есть, ну, понимаете, о чем говорится. То есть, смешно просто-напросто. Но это дело в том, что этот проект разрабатывался в недрах известной славянской церкви под названием Вифания, которая считает себя миссионерской. Это самая большая вообще славянская церковь под пределами бывшего Советского Союза и СНГ. Она находится здесь, Сакрамента. И она лично разрабатывалась пастором этой церкви, епископом Мадамом Семеновичем Бондаруком, который выехал из Эстонии 25 лет назад. За ним числится очень много вопросов, в том числе по мошенничеству. Его сын сидит в тюрьме, в федеральной тюрьме здесь, в Калифорнии, из-за мошенничества. Он также, я подозреваю, участвовал во многих схемах. На это есть ТУФ у нас, у нас в редакции. И, то есть, там дела очень темные. Они занимаются все реал-эстейтом, в том числе руководство этого Ukraine Relief. И я подозреваю, что до некоторой степени благотворительные деньги отмываются через церковь и через вот такие организации, типа как Ukraine Relief, которая, кстати, была зарегистрирована на церковный адрес, что, кстати, тоже против законов штата Калифорнии. То есть, одна организация благотворительная должна быть зарегистрирована только на одном физическом адресе. Они это нарушают, начиная уже с этого. Потом, если еще интересует такой факт, у меня есть доказательства, что эти люди принимают деньги не только от... То есть, не только сотрудничают с гомосексуалистами калифорнийскими. Например, один из авторов этого Билля, принятого позавчера в Калифорнии, он открытый гомосексуалист. Это Марк Лина из Сан-Франциско, демократ. И десяток других демократов, которые поливают сейчас грязью Россию, поливают сейчас грязью Трампа за его, как бы, дружбу якобы с Владимиром Путиным. Они цепляются за любую возможность, потому что, буквально, выбор на нас уже, и они сливают всю грязь, буквально, в народ, в прессу. И, что очень смешно просто, что эти люди, будучи называющими себя верующими людьми, являются членами этой церкви Вифания, скажем так, они против... Смешно получается, 10 лет назад эта церковь выходила, когда был губернатор Грей Дэвис перед Шварценеггером. Я был живым свидетелем, так как я занимаюсь как бы журналистикой, выходил возле Капитолия, выходило до 5-7 тысяч человек, большинство из которых вот как раз наши вот эти вот украинцы и славяне. И они же выходили, они были инициаторами борьбы против однополых браков, которые Грей Дэвис принимал, но он, ну, как бы, сошел с дистанции, потом был республиканец Шварценеггер. И потом снова губернатор Браун, как бы, демократ. И тут уже, как бы, этот закон все равно приняли, на федеральном уже уровне. И вот, смотрю, в Сенате, в Ассамблее они стоят, фотографируются с этими демократами, которые ротовали за принятие однополых браков повсеместных. Трансгендеров и так далее. То есть, это, как бы, получается вот так вот предательство ценностей. Ну и вообще, общаясь с этими людьми, 7 месяцев я работал пиар-менеджером этой организации. Я понял, что чести у этих людей очень мало, потому что они живут на очень роскошную ногу здесь. У каждого миллионные, практически, дома в самых лучших регионах Калифорнии. И не по одному дому, а у некоторых по десятку домов. Они эту недвижимость, конечно же, прячут от своих прихожан, от своих людей, которые им жертвуют. Они им рассказывают в сказке, что вот, жертвуйте на Украину, не сходите в Старбакс, 5 долларов не заплатите. А сами я обедал с ними в ресторанах, они мне похвалятся, что они платят по 200, по 400 долларов, по 1000 долларов за один обед в Сан-Франциско, Берри. Вот, то есть, вот такие вот есть нюансы. Поэтому, на данный момент, у меня лично и у большой части диаспоры, и у россиян, живущих здесь, никакой веры нет в эти все махания с жовто-блокитным флагом. Потому что мы видим, что коррупция. Вот Саакашвили позавчера сказал мне в Ротонде Капитолия, когда я задал вопрос, когда вы закончите с коррупцией на Украине, он сказал, что коррупция, вы можете посмотреть, там есть цитата на моем сайте slavixac.com, что коррупция это в головах у людей, которые хотят возрождения совка, так называемого русского мира. Вот, но мы боремся, бла-бла-бла, мы боремся, как бы, и мы верим, что, ну, короче, когда-то победим. Ну, вот хотелось бы Саакашвили, господину Саакашвили посоветовать, чтобы он посмотрел сюда, в эту диаспору из Сакраменто, которая жертвует, я уверен, неплохие деньги им, спонсирует депутатов в Киеве, спонсирует всех этих, ну, я бы не сказал, ну, какие у них там партии есть, в Западной Украине, посмотреть сюда и посмотреть, откуда он берет деньги. Более того, я бы сказал бы прокуратуре Калифорнии и Сакраменто посмотреть принимательнее, как используются благотворительные проекты и куда уходят деньги, потому что добиться у этих людей ответа нет, отчетности никакой нет совершенно. Там большинство, как в Украине, половина бюджета идет кишечком под столом. Я знаю, выписывались раньше чеки этой компании в 10-17 тысяч долларов, лично я присутствовал, как бы вот такие суммы фигурировали, то есть бизнесменам ничего не стоит выписать 20 тысяч долларов, чтобы там пообщаться с Авченко или сделать селфи, ну, как бы вот так вот. Поэтому 250 долларов, я удивлен, что как бы это довольно демократичная цена, вот, и я как бы, когда вот я пришел, буквально за 15 минут до начала, ну, практически все места были раскуплены. То есть люди были, и люди пришли поглазеть, посмотреть, ну, как так, столько мы слышали про эту героиню Савченко, вот, и тут, как бы, вот она живая, бери и фоткай. Вот сейчас я написал статью, где я требую от них публично, чтобы они опубликовали всю свою бухгалтерию, все свои доходы и приход на что были потрачены деньги. Потому что, насколько я знаю, сотрудники этой компании, они очень, скажем так, коррупция и своячество. Два кита украинской экономики, коррупция и своячество. То, что происходит, то, что я видел в Украине, то я вижу здесь. Несмотря на то, что украинцы живут в Калифорнии, можно сказать, 90 миль от Силиконовой долины, они таким же и остались. То есть ничего не поменяется, когда Саакашвили приходит в этот Капитолий, жмет руку губернатору Брауну. Ну, когда Савченко тут по трибунам прыгает, ничего совершенно не понимает, а не понимается, даже хуже будет им. Они этого не понимают. Они думают, раз они в Капитолии попрыгали, значит, что-то на завтра изменится. А люди то видят, что на самом деле меняются только их жизни. Они покупают все лучшие дома. Они покупают, например, один факт. Эта компания через два года после собирательства этих денег приобрела офис за миллион долларов. У меня вопрос, откуда? И это все факты. То есть можно пойти в горсовет и проверить, на чье имя приобретена эта компания. Заплатил ли он налоги? Откуда деньги? Понимаете? То есть еще делается ведь так, не просто, как бы, допустим, такая схема также работает. В этой компании шесть братьев или девять братьев. Половина из них живет там, на Украине, половина из них здесь живет, в Калифорнии. А эти занимаются бизнесом, они гоняют машины и... Ну, все подряд, контейнерами на Украину. То есть они до этого этим занимались. И у меня большой вопрос. Почему все контракты были отданы именно брату, вот этому, который занимается транспортными услугами? А это многомиллионный бизнес. Понимаете? У них только 30 или 15 диспетчеров сидят здесь, в Сакраменто. Вот. И многие траковские компании работают на них. И они грузы вот эти гуманитарные возят через свою компанию. Понимаете? Почему не через мою компанию? Почему не через какого-то другого? То есть проверить их цены. Я знаю, что они закупали тысячу тонн риса в Индии, который обходился, допустим, условно говоря, один килограмм пять долларов. В то время как на Украине тот же рис стоит копейки буквально сущие. То есть вот такие вопросы, которые... Я знаю об этом, что у них до этого был провальный проект в Африке. Таких у нас в федеральном суде десятками пачками риэлторов и остальных бухгалтеров судят. И судили, судят и будут судить. Там 350 дел на наших славянских, украинских риэлторов, из которых разобрано менее половины еще. Понимаете? И как бы, понимаете, тут как бы диаспора очень сложная и очень тесно. Она сотрудничает только сама с собой. Церковные люди порицаются все, кроме... Ну вот как бы порицается связь с внешним миром, скажем так. То есть это люди, я назову так прямо как бы секта, которая... Например, я вышел из этой секты какое-то время. Я сам был там, и я вышел. И как бы меня заклеймили сразу же, что я богохульник, и что я предал Бога, и предал церковь, и все остальное. Хотя на самом деле я этого не делал, и я посещал другую церковь. Вот. То есть и они варятся в своем соку, и это низкое самое сословие американского общества. Ниже уже нет никого, кроме наркоманов, опустившихся, и, я не знаю, каких-нибудь мексиканцев без правных иммигрантов. То есть это ступенька самой низшей общества. Американское общество на них практически не обращает внимания. Это чудо, что вот как бы в Капитолии они каким-то образом там промикнули. Но я считаю, что тоже политический аспект тут есть. Им выгоднее дружить с Савченко и с Михаилом Саакашвили. Им выгоднее дружить с Порошенко, им выгоднее дружить с Украиной, потому что, как делается, диаспора, которая живет здесь, она очень закрыта в себе, понимаете. Она питается только российскими и украинскими, если есть новостями. Понимаете, большое влияние имеет, опять же, упомянутый телеканал Russia Today, российские, я не знаю, там, Вести и остальные все интернет-новости. И существующие газеты, они, собственно говоря, не производят свой контент, они copy-paste занимаются, они перепубликовывают только то, что им даже лень пойти перевести американскую статью. Он просто скачал и опубликовал, в эфир вышел на радио, и он читает с Рио новости. И поэтому, как бы, диаспора остается все равно под влиянием, как бы, вот их дом еще там, их дом не здесь, они живут Киевом. Они постоянно едут на работу утром в трафике и слушают радио, которое пересказывает все новости, которые вчерашние были в Москве и в Киеве, понимаете. И поэтому они, как бы, они даже не думают, как американский народ, вот сейчас начинается только, как бы, вот эта волна, что люди начинают идти уже в Капитолии, петиции писать какие-то. Раньше все, что максимум украинская диаспора делала, это покричало возле окон российского консульства в Сан-Франциско. И все. И послала помощь на Донбасс. Это вот сейчас знаковый момент. Почему? Потому что в Капитолии при благоприятном схождении обстоятельств была принята эта резолюция, которая, впрочем, в принципе, ничего особого не значит. Это, как бы, ну, формальность, что ли. Они могут завтра принять такой же законопроект по поводу, я не знаю, там, сталинских чисток в России. До событий на Украине, как бы, никто особо не делился. И грузины, и армяне, и украинцы, и россияне жили, белорусы, жили молдаване вместе. И считались, как бы, ну, как бы, мы считались русскими. Все говорили русский, Russian, Russian, и все русские, как бы. И никто не обижался совершенно, если писали в новостях, что очередной Russian был арестован за то и за то, хотя он оказывался потом украинцем, либо там, эстонцем. Вот. Но потом, после этого разделения, был такой даже момент, что одного белоруса в Беерии в Сан-Франциско убили за то, что он высказал свою позицию, где было как раз года полтора, наверное, назад. Убили за то, что он в баре, какому-то украинцу сказал, что он поддерживает Путина и Россию. Это был довольно шумевший случай. Вот. И они вышли из бара, и, ну, видимо, под Шафе там были, в пьяном виде, связалась драка, и этот украинец натравил своих друзей, каких-то или мексиканцев, или индусов, или азиатов, совершенно левых людей. И они, как бы, парочку раз ему ударили хорошо, он приложился темечком об асфальт, и полиция приехала, он уже без дыха нам был. Вот. Но этот случай как-то сошел, сошел, но после... Примерно в это же время у нас в Сакраменто назрел большой раскол между россиянами и украинцами. Потому что украинцы очень агрессивно выступали против россиян, считая, что каждый россиян лично ответственный за действия боевиков на восточной Украине. Вот. И даже были случаи, когда люди практически разводились, либо били друг друга, просто в драку вступали. И местному шерифу, опять же, вы можете проверить эти новости, эти факты по новостям, в том числе местным, англоязычным, пришлось выступать, созывать всех лидеров диаспоры, в том числе пасторов украинской и русской церкви, и просить их, даже не просить, а требовать от них. Он поставил ультиматум. Я присутствовал на той встрече, и он поставил ультиматум, что если я услышу, что в моем городе будут драться, либо оскорблять, либо унижать человека за его, за то, что он россиянин, за то, что он за ту либо иную страну, либо партию, я приму жестокие меры. Это его слова. И после этого как-то немножко все поутихло, но нападки на прессу со стороны украинцев продолжались, и до сих пор продолжаются угрозы, звонки на фейсбуке. Вы сами видите, что творится. То есть у этих людей нет никакого, не то что, какого-то человеческого цивилизованного подхода, ни к чему. Ну, опять же, я говорю, люди, которые приехали из Сахи, а сегодня их пустили в Капитолию, они там оттоптали все ноги. Они просят вооружить украинскую армию. Они просят принять законопроекты, которые наводят санкции насчет Российской Федерации. Они делают массу вещей. Они подговаривают местных сенаторов, ассемблемэнс, людей, которые работают в Капитолии, чтобы они принимали те либо иные законопроекты. И очень радуются, когда, как говорится, у российского соседа дом сгорел. Я старался до поры до времени, не то что нейтрально, но я даже был за них. Я даже был всей душой. До этого я проехал, это еще было, имейте в виду, до конфликта. Где-то года три назад я проехал по всей территории Украины, начиная с Мариуполя, заканчивая до Львова. И, впрочем, не только Украину. Я и Россию проехал практически до Воркуты. И Белоруссия всю изъездил. И с одной единственной целью, чтобы узнать, познакомиться с жизнью тех людей, которые там проживают. И мой отец с Крыма, и у меня много родственников в Днепровской области. Поэтому, почему бы не помочь людям, моя была такая идея главная. На что я купился, собственно говоря. Помогать людям. Мне все равно, собственно, откуда. С России. Мы помогали очень много российским регионам. Мы помогали Белоруссии. Мы помогали другим странам. То есть, как бы, здесь нет такого, как бы, национального признака. Вот. Там беда. Мы до тех пор, пока я видел, что детям отсылают детскую одежду и матрасы, и медицинское оборудование, и хлеб, или что там, рис, макароны. Я принимал участие в этом мероприятии. А россиян, кстати говоря, практически в два раза больше. Но россияне, они, как бы, не такие, скажем так, агрессивные в этом смысле. Не такие патриотически настроенные. То есть, они, ну, я россияне, ну и что с этого? Бегать с лагом, что ли? Никто не бегает. Хотя существуют рестораны, газеты, и все это на русском языке. Все это на русском языке, и вот те же украинцы читают на русском языке, и, как бы, у них даже, ну, извините, ума нету сделать хорошую, качественную украинскую газету. А газеты на русском языке, вот были случаи, они просто-напросто выбрасывали в мусор. Ну, знаете, как газеты разводят по магазинам, везде. И до того доходило, что издателю угрожали, и газеты, которые он развозил по городу, приносили к диаспору с угрозами и с различными антироссийскими лозунгами. Когда это выходит в местные суды, либо арестовывают какого-то представителя диаспоры, тогда, конечно же, все начинают смотреть его корни. Вот, например, у нас было два случая громких в нашем сообществе. Это в 2001 году, когда Николай Солтес, может, слышали, убил семерых своих родственников. Он, кстати, тоже выходил из Украины, и они все украинцы. Вот. И он убил своих родственников и неродившегося ребенка, тоже поищите, в 2001 год, это где-то июль-август. И это было достаточно, это было очень резонансное событие. Потом он повесился в тюрьме с Сакраменто, спустя буквально несколько месяцев. Даже дело не дошло до суда. Это довольно темная история. Опять же, он посещал вот эту церковь Вифания, откуда вот эти все лидеры этого Ukraine Relief, откуда произошла эта инициатива. И там очень темная история. Никто не хочет даже знать, что там произошло. Потому что это привлекло очень, это международное внимание привлекло, в том числе телеканалов CNN и украинских телеканалов и всех остальных. И пастор этой церкви, которому был подчинен этот человек, который совершил самоубийство, он не дает никаких комментариев и никак не идет на контакт с прессой вообще. То есть приходится из забора как-то вычислять американской прессе. Потом второй случай был года лет пять назад. Это Григорий Буханцов. Тоже из этой церкви. Тоже он по фамилии, можете сразу сказать, он из Украины. Семья украинцев, насколько я знаю. Он тоже зарезал троих детей и жену своего брата и неродившегося ребенка. И он до сих пор сидит в тюрьме Сакраменто. Я с ним встречался где-то год назад. Косит под психа. Ну, пока идет следствие. Пять лет уже следствие идет и когда-то они закончат это. Вот такие случаи привлекают внимание. И сразу же американская пресса начинает копаться и находит, что это выходцы из Украины. Хотя, как бы, бывают такие случаи, когда полицейский остановит украинца, а он говорит, I'm Russian. Или сидит в баре, кто говорит, что вы так громко кричите там, либо мешаете. Because I'm from Russia. То есть они специально, многие специально, как бы, ведут такую тактику, подставляя и выдавая себя за россиян. А потом, когда, ну, при случае, когда выгодно, они говорят, I'm Ukrainian, I'm not Russian. Вот, например, несколько раз я был в Сан-Франциско возле посольства России, когда все эти события начинались только. И я задокументировал все это. Полиции приходилось, их потасовки были. Люди, которые заходили в посольство, выходили, они мешали им. Они реально, как бы, агрессивно велись. И это людям, это никому не нравилось. Совершенно ни одной статьи, ни одного слова не было в адрес даже Украины. Потому что, я как-то, импонировало мне вот это движение новой власти на Украине, третьего Майдана. Я слежу за этим давно, начиная с 2004 года, когда была первая оранжевая революция. И когда я тоже встречался с Виктором Ющенко в Вашингтоне, когда он приезжал, выступал в Сенате. И если проверить, опять же, по интернету, вы не найдете ни одного абзаца, где бы я написал что-то даже негативное по отношению к Украине. Я говорю, я Украину проехал всю от Мариуполя до Львова, и можно было написать там кучу грязи. Но я посещал сиротские дома, писал серию репортажей, реп-центры, был в Киеве, был в Лурске, был везде. И как бы до сегодняшнего дня не было ни одного практически слова, упрек даже сказано. Хотя я видел на самом деле много того, и многие друзья отфендили меня на фейсбуке, перестали со мной общаться. Многие партнеры ушли в бизнес из-за моей позиции по Украине, потому что они считали, что я, ну, как бы, то есть они были не согласны с моей точкой зрения по Украине. Ну, вот теперь моя точка зрения кардинально изменилась, хотя, как бы, она к этому шла, и это была, как бы, последняя капля. Я видел многие вещи, я о них умалчивал, я о них намеренно как-то не говорил, чтобы не помешать, можно так сказать, делу. Те люди, которые безграмотные, даже английского языка не знают, они посредством церквей, посредством, я называю это религиозная мафия. И не только я. Они этих людей используют то, что они чуть выучили английский язык, и своих же людей они пытаются, ну, задавить. И потом это всплывает в федеральных судах, и в суде они уже плачут и говорят, простите, мы обкрадывали, вот недавно, опять же, случай был громкий. Они посадили целую семью Кузьменко, если знаете, они эмигрировали из Украины. Питер Кузьменко и сына одного из, кстати, инициатора этого, Адама Бондарука, который, кстати, является инициатором этого фонда, тоже посадили на 6 лет. От 6, от 3 до 25 лет дали этим людям. Только за то, что они пользуются своим авторитетом, продавали людям дома. Вот помните кризис 2009, 2007, 2008 годов, когда всколыхнулось все, начиная от Стоктона по всей Америке. Вот, и начиналось, собственно говоря, Сакраменто, Стоктон, вот с этого региона. И они внесли вот эти вот украинские, украинские, славянские риэлторы, они внесли свою существенную лепту в этот кризис. Даже в американской прессе гуляла такая байка, что, ну, писали раньше русские, а повалили Уолл-стрит. Это на самом деле русских там было раз-два и обчелся. Вот, и вот костяк вот этой банды, как сейчас уже выяснилось, да, ну, извините, четверть века сидеть в федеральной тюрьме, это не за хухры-мухры дают. Вот, там фигурировали 30 миллионов, ну, как бы такие серьезные суммы. Вот, и они сами же признались в суде, что они, they defrauded Slavic community of Sacramento. То есть, иными словами, они обманывали славянское население Сакраменто.